Финал с бутербродом и Титаником. Проект по обустройству в Нарьинмаре туристического маршрута с визуализацией народных названий домов будет представлен на федеральном уровне. Автор идеи Семен Афанасьев из Ненинского округа вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Полуфинал проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства состоялся в начале октября в Салихарде. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Танцы с бубнами и песни на ненецком языке – неотъемлемая часть церемонии пересечения полярного круга. Салихард, кстати, единственный город планеты Земля, расположенный на 66-й параллели. Существует даже поверье. Если, минуя условную линию, загадать желание, оно обязательно сбудется. Это атмосфера, когда люди идут в хороводе всегда, что в русской культуре, что в другом народе. Заряжает энергией и заставляет верить, что все сбудется так, как ты хочешь. Историко-культурный комплекс «Абдорский острог», музей имени Шамановского, Салихардский рыбокомбинат и, конечно, оленевоческое стойбище. На ненецкой земле гостей встречали, как и положено, с таинствами и обрядами. Знакомство с Ямал-Ири, ямальским Дедом Морозом, окуриванием оживеловым дымом, обряд очищения и, конечно, мастер-класс по национальным видам спорта. Татьяна Архипова на Ямал приехала из Твери. В Арктике девушка оказалась впервые в жизни. Но точно не случайно, ведь ее проект напрямую связан с жизнью коренных и малочисленных народов Севера. Я как человек, который живет далеко от Севера, практически, как выяснилось, ничего об этом не знала. И когда я начала изучать, начала углубляться, поняла, что на самом деле это очень интересно. Мой проект называется «Ханты. Жизнь или выживание?». То есть, насколько наш современный человек, который привык к гаджетам, привык в целом ко всем благам нашего общества, готов жить или выживать в таких условиях. Ямал на несколько дней стал туристической столицей Арктики. Здесь, в Селехарде, проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». 39 участников из 11 регионов России представляют туристические проекты в абсолютно разных сферах. Среди участников и наши земляки Семен Афанасьев и Сергей Мишин. Молодые люди привезли в соседний регион проекты по развитию туристической привлекательности столицы Заполярье. А еще блеснуть деловыми качествами и компетенциями. С этой целью для участников организовали битву мастеров. Мне понравились вот эти вот кейсы, которые мы выполняли. То есть это когда тебе дают задание, и ты должен вместе с командой за определенное время найти решение из довольно-таки сложной ситуации. Работу и компетенции полуфиналистов оценивали эксперты федеральной платформы «Россия – страна возможностей». Лучшие авторы проектов получат поддержку. Грантовую поддержку от наших партнеров и грантовую поддержку от тех регионов, которые готовы предложить свои ресурсы на финале. Уже об этом заявила Самарская область, город Москва, как столица финала Уфа и многие-многие другие регионы, в которых проходили конкурсы, которые готовы отбирать для себя проекты, которые увидели. Победу в финале одержал и Семен Афанасьев. Начальник Центра кластерного развития «Центра развития бизнеса» представил на суд жюри проект по организации городского туристического маршрута с визуализацией народных названий домов. Защита проходила в три этапа, в три раунда. На первом и втором раунде у нас была члена жюри, члена комиссии, три человека и пять участников конкурса. Давали обратную связь, критиковали твой проект, его дорабатывал и шел на следующий раунд, если ты проходил. Пока еще не осознал буря эмоций на самом деле, ну самых-самых крутых. Впереди у Семена защита проекта на более высоком уровне в Москве. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», город Селехард, Ямало-Ненецкий автономный округ.